Здравствуйте, товарищи зрители! Многие люди в наши дни имеют проблемы со скелетом, со связками и иной соединительной тканью. А вот от чего у них бывают проблемы с кожей, хрящами, костями, волосами и ногтями, не знают. Вы скажете, что все это связано с дефицитом кальция, ну или витамином D3, и будете неправы. Перед тем, как сказать от чего и предложить решение проблемы, пару слов о кальции, витамине D3 и К2. Да, многие люди боятся остеопороза и остеомаляции. И сразу же по совету врачей или сами начинают принимать кальций в добавках. Но, во-первых, при этом не все понимают, что дефицит кальция почти невозможен. В принципе, невозможен, так как его очень много в продуктах разных. И вообще его много не нужно. А во-вторых, проблема не в его дефиците, а в его усвоении и удержании в костной ткани. И проблема тут в дефиците витамина D3, который есть у многих людей. В витамине D3, который и проводит кальций в костную ткань. Без него усвоение кальция невозможно, сколько кальций не ешь. Итак, его кальций не надо дополнительно принимать. Из пищи вы его точно получите в достатке. В основном же у людей другая проблема. К сожалению, почти непонимаемая даже многими врачами. Это дефицит витамина К2, который удерживает кальций в костях. И не дает ему гулять по организму, откладываясь в сосудах и других мягких тканях. Но секрет крепкого скелета в ином не в кальции. А главное, в прочности скелета, зубов, волос, ногтей, связок. Это, дорогие товарищи, минерал кремний. И его дефицит сейчас в наши дни есть почти у всех людей. Почему? Сейчас поясню. Существует всего три способа получения в организм кремния. Первый способ – это вода, содержащая кремний. Но настаивание на камушках в этом смысле – дело бесполезное. А вот источники, богатые кремнием, это да, относительно. Второй вариант – употребление в пищу продуктов, которые содержат кремний. Скоро я этот очень важный аспект поясню вам подробнее. Ну и третий вариант – это прием кремния в виде добавок. Об этом обязательно поговорим. Теперь обо всем по порядку. Люди, к сожалению, мало едят продуктов, которые содержат кремний в достаточном количестве. Но самая большая проблема в том, что сейчас продукты, которые содержат реально достаточно кремния, просто мало или практически вовсе нет. Это потому, что 99 и даже более процентов всех пахотных и прочих земель, на которых уже более 100 лет идет интенсивное сельское хозяйство, практически лишены этого минерала. Почвы просто истощены его содержанием. А продукты, теоретически содержащие кремний, который когда-то был измерен и внесен в таблицы, это такие, как спаржа, перец, сельдерей, овес. Кстати, о нем у меня было очень важное видео. Вот это. Вы потом посмотрите. Ссылочку я вам оставлю под этим видео. И, кстати, на все то, о чем я говорю, ссылки будут под этим видео. Все бобовые продукты, особенно чечевица и особенно черная, про нее у меня тоже было видео, гречка, проса, ячмень, редис, репа, шпинат, фисташки, отчасти кукуруза, жимолость. Но проблема дефицита кремния, поймите, в продуктах и почвах, на которых они выращены. Ведь кремний с дождем в почвы не поступает, а с минеральными удобрениями он тоже в почвы не вносится. И потому в современных продуктах, массовых продуктах, или нет вовсе кремния, или его содержится очень мало, к сожалению, совсем не столько, сколько когда-то было посчитано и внесено в таблицы. Да, конечно, можно сделать на пары, скажем, хвоща полевого или травы с пороши, которые в себе действительно содержат много кремния. Но это, во-первых, не совсем удобно, хлопотно, а во-вторых, надо собирать это самим и заготавливать, высушивать, поскольку кто знает, кем, как и когда собирались и хранились эти дикоросы. Человеку же ежедневно требуется минимум 40-50 миллиграмм кремния. Но чтобы столько кремния усвоилось организмом, надо в организм каждый день вносить кремния гораздо больше. Ведь усваивается его небольшая часть. К тому же в сутки с мочой из организма вымывается более 10 миллиграмм кремния. Имейте в виду еще вот что. Если кремния в организме не хватает, то десятки других элементов не усваиваются. Кремния необходим и для усвоения кальция, и хлора, и натрия, и серы, и цинка, и молибдена, и марганца, и кобальта, и многих других микро- и макроэлементов. Вот так-то. Потому он главный минерал на свете. Говорят, даже существуют кремниевые формы жизни. Но это, впрочем, другая тема. Итак, какой же выход? Самый разумный, простой и удобный способ получения кремния в организм – это принимать кремний в концентрированном виде. Либо в виде диатомита, либо в виде фульвата кремния. Кстати, их можно между собой чередовать и даже принимать вместе, совмещать. Теперь поясню подробнее про диатомит и про фульвовую кислоту с кремнием или фульват кремния. Итак, диатомит – это порошок из древних отложений диатомовых водорослей. По сути, это их панцири. Именно диоксид кремния очень важен для любой соединительной ткани, суставов и костей. Для правильной минерализации костей нужен диоксид кремния. Для профилактики остеопороза и остеопении, для хрящевой ткани и связок нужен кремний. Только лишь кальций не построит крепкий скелет без кремния. Зубы будут портиться без кремния. Они не будут достаточно прочны и противостоять кариесу. Без кремния ногти будут слоиться, а волосы сечься. Кожа теряет прочность, становится дряблый морщинистый без кремния. Он также нужен и для прочности артерий, и для дыхательных путей. Он стимулирует производство коллагена. Более того, он помогает гнать паразитов из организма. Поэтому мы его включили в лучшую, самую эффективную антипаразитарную программу. Ссылку на этот диатомит я оставлю вам под этим видео. Прочтите описание под товаром, и если сочтете нужным, заказывайте. Усвоение кремния из диатомита. Принимайте диатомит до еды. Для его максимального КПД усвоения нужна кислота. Не у всех людей, к сожалению, достаточно кислая среда желудка. Я советую, и не только поэтому. Перед каждым приемом пищи обязательно принимать, пить яблочный уксус, натуральный, гостовский только. По одной столовой ложке на одну треть стакана теплой воды минут за 5-7 до еды. А можно яблочный уксус принимать и вместе с диатомитом. К примеру, можно сделать салат. Туда добавить одну чайную или можно десертную ложку диатомита порошка и одну столовую ложку яблочного уксуса. Хорошенько размешать, минут 5 пусть постоит и ешьте. И помните, именно при добавлении кислоты к диатомиту или при попадании в кислоту желудка происходит химическая реакция с образованием ортокремниевой кислоты, которая и нужна организму, чтобы кремний усвоился, делал то, что ему положено. Ну а также диатомит можно сыпать на грядки для того, чтобы растения, которые вы выращиваете для еды, содержали в себе тот положенный кремний, который когда-то был рассчитан и закреплен в таблицах. Итак, ссылка будет в описании. Ну а теперь про фульват кремния. Второй идеальный вариант получения кремния в организм. Фульват кремния это как раз экстракт полевого хвоща, то есть концентрат водорастворимой формы кремния. Фульвовая кислота вступает в реакцию с диоксидом кремния и разбивает его как бы на частички ионного размера, образуя фульваты, наименьшей из всех возможных форм минералов. Именно в такой форме кремния легче усваивается организмом человека в полной мере. Низкий молекулярный вес обеспечивает проницаемость фульвовой кислоты через клеточную мембрану. И таким образом до каждой клетки нашего организма доносится кремний в виде уже ортокремниевой кислоты. КПД близкий к 100%. Подробную информацию о фульвате кремния обязательно прочтите по ссылке на фульват кремния, которую я вам оставлю под этим видео. Там же сможете прочтя и заказать. Да, кто-то скажет, а я воду на кремнии настаиваю. Таким людям мне придется ответить. А при чем тут это? Вы хотите сказать, что настаивая воду на кремнии, вы получите кремний в организм в достаточном количестве? Вы что, полагаете, что по одной чайной ложке кремния из ваших камешков, лежащих в банке, будет каждый день к вам в организм уходить? Но тогда через несколько дней от ваших камешков не должно остаться и следа? Ну разве это так? Нет, конечно. Вы не получите кремний, настаивая воду на горстке. Или даже на килограммах кремния, содержащих камней. Другое дело, если источник, скажем, выбивается из каких-то пород, которые содержат большое количество кремния, тогда да, вода там месяцами, может быть, проходит через эти слои и обогащается. И там концентрация может быть кремния где-то и большая. А в банке такого сделать никогда не получится. И в фильтре ни в каком такое сделать тоже не получится, содержащим какие-то граммы или килограммы кремниевых камней. Это чтобы вы не питали иллюзии, не совершили ошибок. И теперь напоследок несколько очень важных нюансов. Вот мне уже писали люди, почему диатомит содержит в своем составе алюминий? Он же так вреден. Да, это порода, это отложение. Там не только кремний. Там есть и другие минералы, и в том числе есть алюминий. Но он содержится в диатомовых отложениях в связанном состоянии. И в организме не усваивается. Алюминий не просто очень прочно связан с диоксидом кремния в диатомите. Но более того, диатомит даже выводит из организма алюминий, попавший туда в него, в организм. С разной пищей, водой. Например, с алюминиевой посудой и из прочих источников. Вот так-то. Еще одно очень важное заблуждение. Про алкоголь в яблочном уксусе. Мне об этом писали люди. Ну, конечно же, его там нет и быть не может. Так как процессы, идущие при его изготовлении, совершенно другие, чем, ну, скажем, в кефире, квасе. К примеру, даже в винном уксусе алкоголя нет вообще, не говоря уже о яблочном. И еще одно большое заблуждение. Люди некоторые мне пишут, как же яблочный уксус пить, если он закисляет организм, а нам надо защелачивать. Так вот, к сожалению, вы плохо знаете химию. А точнее, органическую химию. Будучи органической кислотой яблочный уксус, работая первое время, попав в организм как кислота, дает в итоге, в конечном счете в организме, защелачивание. Скажем, как и лимонный сок. Это кислота, но он защелачивает. Так же, как и кислые ягоды брусника клюква, они тоже защелачивают организм. Но в самом начале определенное время действуют там, как кислоты. И в том числе потому у них такие уникальные свойства. Итак, диатомид, фулевовую кислоту с кремнием, яблочный уксус, антипаразитарную программу, то есть комплекс, как и многие другие жизненно важные продукты и добавки, вы сможете приобрести, перейдя по ссылке под этим видео. Как сможете посмотреть те видео, на которые я вам оставлю ссылки. Переходите, смотрите, приобретайте. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.